Добрый день! Зачем я это сказал? Я делаю рекламу. Собака. Хорошо. Кафе собака кофеин.ру Значит, мы собрались. Да, мы собрались. Нет, мы собрались, как ни странно. У нас трое, мы соображаем на троих, мы пьем чай. Чай, чай, чай. Чай, 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 чай. Как ни странно, у нас сегодня опять видео. И все благодаря вот этому, вот этому, вот этому, вот этому злобному в углу. Но он не злобный, он совесть наша. Он совесть, это наша совесть. Да, у нас вот здесь есть я, есть подонок Хейпиц, есть совесть. Да, подонок. Да, да, да. И все почему? Потому что вот эта вот наша совесть сегодня почему-то хотела задать странную тему. Это он придумал, это он во всем виноват. Поэтому пусть он озвучивает, что за тема у нас сегодня? Наша тема сегодня звучит так. Патриотизм, как он есть и как его нет. Ужас. Мне бы очень хотелось, чтобы доктор Хейпиц эту тему начал притворить. Вы хотите, чтобы я начал притворить? Да. Это катастрофа. Мне бы хотелось, чтобы ты, держась себя в рамках... Да, я постараюсь. То есть он начал, я был прокладкой, господин Орлов кончил. Для меня это катастрофа. Прекрасно. Я перешерстил весь интернет в поисках определения. Я его нашел. Ну, его может найти любой. Такой патриотизм. Мне это определение категорически не понравилось, потому что я не знаю, что такое любовь к родине. Я этого понять не могу. В качестве иллюстрации моего незнания я занялся вчера своим старым любимым извращенческим развлечением. Я беру несколько слов или страфу известного поэта и добавляю к ней страфу или несколько слов неизвестного поэта. И таким образом иногда можно далеко уйти. Вот я считаю, что наиболее глубоко вопрос патриотизма исследовал Пушкин. Как всегда. Он же наш и все. Да? Итак, это все помнят. Два чувства дивно близки нам. В них сердце обретает пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. О, злая пушкинская лира! Не выйдет патриотом стать, покуда не горит квартира и не ушли отец и мать. Ну, да, получается. Значит, по Пушкину я это, да? Для того, чтобы стать патриотом, надо, чтобы у тебя было пепелище. Чтобы у тебя были гробы здесь. Ты с собакой всех прямую толкуешь. Минуточку. В прямую, в кривую. Пушкин. Как сказано. В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут. Вот оно небо, вот оно море. Чего? Значит, я абсолютно не ерничаю просто. Я не понимаю, что это такое. Значит, мне кажется, что патриотизм. Вот когда вот эту поговорку помните, патриотизм есть последнее прибежище негодяев. Я считаю, что это первое прибежище негодяев. Потому что это крайне выгодная штука. Я считаю, что никакого патриотизма на свете нет. А есть привычка человека к месту, обстоятельству и людям. Вот ты родился на Божий свет, да? Где-то ты лет с трех начинаешь себя ощущать. Ты начинаешь себя ощущать сидящим на стуле где-то. Что-то едящим. В кругу людей. Ты видишь из окна определенный вид. Ты ходишь в определенном дворе, да? То есть ты быстро привыкаешь к обстоятельствам своей жизни. Они тебе привычны, дорогие, милые. Да? Тебе в них удобно. Так. Так ведь? Ты их не отделяешь от себя. Ты их в себе. А вопрос круга этих обстоятельств. Это ближние круги людей? Нет, почему? Это сколь угодно. Смотри. Есть дома. Это пейзажи, города. Машина папы. Работа папы. Платье мамы. Соседки. Школа. Девский сад. То, что показывается в телевизоре, то, что ты не знаешь. То, что показывается в телевизоре. То есть границы. У них нет. Границ нет? Нет. Просто вот есть люди, у которых впечатлений очень мало, потому что они живут, скажем, в очень ограниченном кругу людей и обстоятельствах. У них нет телевизора, радио, нет машины. Они там живут, не знаю, в очень ограниченном кругу. А есть люди, которые в силу каких-то случайных обстоятельств в очень широком кругу живут. Скажем так, в состоятельной семье. Есть телевизор, есть интернет, есть машина, есть поездки, там, куда-то на курорты. То есть человек, сколь угодно большое количество обстоятельств, может принять себя до такой степени, что себя из них не выделять. Слушай, в таком случае получается, вот как быть с другой историей? Ты говоришь сейчас о людях, которые родились в этом, и они имеют вот эту, скажем так, уже врожденную или приобретенную, скорее, привычку. А как быть, предположим, если этот человек такой уезжает, и почему-то чувство вот этого, скажем так, вот тоски по родине испытывает его ребенок, который никогда в этой стране не жил. Это что, передано какой-то ген? Я такого не знаю. Я знаю таких море случаев. Я таких не знаю. Я знаю море случаев бывших русских, которые испытывают в этой кагатине. Я, например, когда приехал первый раз ночью в Израиль, где я не родился, я не испытывал по отношению к нему никакой тоски никогда в жизни. Постепенно приезжал. Я другом, а то, что ты уехал с того места, где ты прожил какое-то время, и, например, уехали твои родители. Родители, скорее. Но ты прожил там. Нет, уехали родители, а ты, предположим, уже там и родился. Твои родители из Израиля не уехали. Ну, Андрюш, я думаю, что в таком случае это некие разговоры, в которых варится ребенок. Или ДНК. Ну, вообще, это, мне кажется, довольно редкий случай. Слушай, это настолько смутная для меня ситуация, я не понимаю. Ты толкуешь эту вещь, а я почему не говорю, что я знаю много случаев, именно тех самых русских, которые уже дети и даже внуки. И почему-то они спыдывают некую ностальгию. А многие сумасшедшие даже приезжают. Ну, тогда Саша прав. Тогда я родился в семье эмигрантов, например, во Франции. И с самого раннего детства слышу, как родители с тоской говорят о Петербурге. Как они говорят о мебели, о квартире, о улицах, о подсуде, о государе-императоре. И я, любя родителей, и не выделяя их из себя, ты же знаешь, что такое эгоизм, да? Любя родителей и не выделяя их из себя, я очень близко к сердцу, как свое, принимаю их разговоры. Ну, она становится частью тебя. Но я категорически не понимаю. Я считаю, что человек не может любить кусок земной коры. Вот любовь к родной земле – это пропагандистская мулька. Любить кусок, один кусок земной коры любить больше, чем другой кусок земной коры нельзя. К этому нет ни геологических, ни географических. К космополитизм. Да, хорошо. В чистом виде. Но я еще не кончил, простите. Да, это будет вырезанная надежность. Я также считаю, что нельзя один кусок карты любить больше другого. Ну, понятно. Понятно. То есть, родина, родина, да? Понятие патриотизма от родины не отделимо, правильно? То есть, родина – это не кусок земли. Родина – это не кусок на карте. Родина – это не еда, не вода, не воздух. Родина – это то, к чему ты привык. Это даже страшно сказать, не государство. Это даже не государство. Это то, к чему ты привык. Надеюсь, это тоже будет страшно. То, что ты принял в структуру своей личности и не отделяешь от себя. С чего начинается родина? Долчков, мы же помним, кто и в каком окружении эту песню недавно пел. Поэтому я предлагаю прекратить. Я думаю, что эта песня для нас теперь исчезла. Да. Слушай, я тут недавно… Вместе с Баснером… С хороших и мудрых товарищей, один из которых евреи. Подожди, не растекайся. У меня у самого есть, кстати, переделка этой песни. Если хочешь, я тебе ее вышлю. Хорошо, послушайте. Потом, потом. Значит, Юра упомянул Пушкина. Его невозможно было не упомянуть, это понятно. В Суе. Да, особенно в Суе. И поэтому я бы хотел вернуться к этому товарищу. И в частности, к его знаменитому письму 1836 года, адресованному Чаадаеву. Ой. Где тема патриотизма является собой просто квинтэссент. Ну, мы знаем, что Чаадаев принципиально отказывался любить Родину с закрытыми глазами. Чей подход мне лично крайне импонирует. Просто это мягко сказано. Да. В отличие от Александра Сергеевича. Да. Который был совершенно готов любить Родину с закрытыми глазами. Широко с закрытыми глазами. Глубоко с закрытыми глазами. И который при этом был негрил. И говорил, что история, данная нам, нашими отцами, какая она есть, история этой страны. И страну. Что бы там ни происходило. Да. И мы знаем продолжатели этой точки зрения. Господин Михалков. Ярый представитель вот такого рода патриотизма. Безоглядного. То есть, условно говоря, я бы поделил патриотизм на безоглядный. И оглядный, если уж о нем говорить. И вот безоглядный патриотизм, это вот любовь к куску. Да нет. Мне кажется, ты не прав. Почему? Потому что, говоря о Пушкине, ты же до конца не доходишь. У него есть фраза замечательная. Я не помню ее наизусть. Но я смысл передам. Что я сам вполне ненавижу свое отечество. Но мне досадно, когда мне говорит об этом иностранец. Это да. Это знаменитая фраза. То есть, Пушкин... Это не делает ему чести в моих глазах. Ну да. Он же говорит гениальную вещь. Смотри. Он подтверждает, прости, за хамство моих словах. Он говорит, что нет никакого патриотизма. А есть привычка к чему-то родному своему. Что не подлежит конкретной экспертной оценке. Вот не может человек, говорит Пушкин, равнодушно и холодно взирать на то, что он от себя не отделяет. Слушай, вот на самом деле... Понимаешь, что он говорит? На самом деле. Он же вот что говорит. Он говорит, это настолько мое. Это так во мне в крови. Это так во мне с детства, что я никому не позволю. Это все равно, как кто-то стал бы порицать при мне мою мать. Я сам знаю, говорит нам Пушкин, что моя мать человек плохой. Но я никому не дам ее порицать. Ты знаешь, что я как раз тут по этому поводу хочу сказать, что... А Чаадайев говорит тебе... Иди обешал. Нет, просто... Нет, ну чтобы нести ясность, Андрюша. То есть Пушкин говорит тебе, патриотизма нет, а есть привычка. А Чаадайев говорит тебе, патриотизма вообще никакого нет. Ну, я не могу сказать, я эти слова понимаю, Настя. Ну, смотри, человек... Смотри, никто тебе не скажет, что патриотом называется человек, который ругает свое отечество. Разумеется. Даже определения в Яндексе такого нет. Да. Никто никогда... То есть Чаадайев не считается патриотом. Я так скажу. Не считается ни по какой градации. Да. Ни по официальной, ни по неофициальной, ни по какой. Ты понимаешь, в чем дело? Да, я понимаю, в чем дело. То есть умение человека хладнокровно оценивать государство, в котором он родился и прожил, умение человека подчеркивать его недостатки и требовать их изживания, оно идет в диком совершенно разносе... Это предательство? Это предательство. Это пятая колонна. Да. Так я и говорю, нет патриотизма-то, господа. Прессидент, ты чертова. Нет, на самом деле я хотел сказать, что великий негритянский поэт Кушкин буквально выразил, наверное, в данном случае, в основную сущность некого такого душевного, скажем так, предрасположения всего русского народа. Потому что на самом деле так. Потому что большинство россиян готовы, сидя на кухне, как угодно поливать и власть, и, не знаю, обычаи какие-то, и все что угодно, и даже самих себя. Но не дай бог, какая-то приезжая сволочь, вот это скажет при них, вот тут можно порвать. Вот это на самом деле постоянно с этим сталкиваются. Это очень интересный момент. Это ментальность, и, наверное, это надо учитывать. Просто Пушкин, являясь великим негритянским поэтом, был воспитан очень русской бабкой, будем так говорить. И думаю, что вот основа, именно почему Пушкин стал Пушкиным, это благодаря вот этой бабке. Мандариново-Гратионово. И именно поэтому, скажем так, именно вот оттуда, вот этот патриотизм, который ты говоришь, он впитался именно вот оттуда. Именно поэтому у Чиадаева он есть, потому что ты говоришь, что это антипатриотизм, да? А у Пушкиного нет. Вот это от бабки. Андрей, что хорошо, а француз? Я, например, утверждаю, что любой француз может в кругу французов точно так же ругать Францию и критиковать ее, но если англичанин попробует это сделать, француз станет над любым. То есть это ведь не чисто русского характера, свойства. Ну, может быть. Мы не можем это утверждать. Может быть. Короче говоря, смотрите, если провести такую сепарацию и выкинуть из своей головы все то, что мы называем пропагандой и агитацией, и постараться, как говорил, значит, Мамрдашли, да, взять голый предмет и исследовать его холодно и отстраненно. Получается, что патриотизма как такового не существует. Нет никакой любви к родине. Нету ее. А есть что? Есть физиологическая привязанность человека к определенного рода людям и обстоятельствам. Или вместо него удобнее жить. Ну, может быть, тогда это вопрос терминологии. Но послушай, ведь это жизненно важный вопрос. Потому что слово патриотизм, с ним же люди насмерть шли, извини. Ну, да. А с вопросом привычки физиологической. Это пропаганда. Да. А если вот встанет политрук и скажет, за физиологическую привязанность к родному дому вперед. Это же ведь, да? А вот за родину. Ну, да. Здесь не обошлось. Вякли на здоровье. А тут сегодня два гадких диссидента, их не перебить. Да, собственно говоря, и не пытаюсь. Вы что, перебивайте на здоровье. С кем останетесь? Потому что про патриотизм, как Юра правильно сказал, мне про патриотизм тоже говорить сложно. Потому что для меня это тоже понятие довольно-таки странное и непонятное. Я большую часть своей жизни провел в пути, будем так говорить. Это были и наши страны, и бывшие республики наши. Азия всевозможная и так далее. Это и было. И дальность зарубежной, и Франция, и много чего. И Испания очень много. И долго. И не по турпоездкам. У меня было дофига возможностей. Начиная с 88-го года, когда впервые у меня даже лежала бумага. Ты Юра знаешь, у меня лежала бумага. Я должен был уехать тогда в несуществующую страну Югославию. Да. Меня там даже дала женщина тогда. Да. Зачем ты это говоришь? Это нехорошо. Это хорошо. Это отношение интимных подробностей. Это нормально. Нет ни страны, и я не знаю, есть ли женщина. Это была большая война после этого. Этого я уже сейчас не знаю. Поэтому я говорю, что у меня таких возможностей было много. И в принципе, они есть сейчас. Я не знаю. Есть? Есть. А ты остаешься здесь? Я остаюсь здесь. Да нет, не в этом дело. Не, ну как? Это не мужество. Нет, это не мужество. Просто еще раз говорю, что я достаточно неплохо знаю. Многие страны за границей будут говорить. Я знаю все плюсы и минусы своей страны и той страны. Как вот я, наверное, обозначил тему патриотизма, та страна, в которой хотелось бы жить. То есть у меня есть таких стран несколько. Я не скажу, что я люблю, предположим, Россию много больше, чем я люблю некоторые другие страны. У меня нет даже чувства любви к родному городу или какому-другому. Я в каждом городе, я что-то люблю в Москве, что-то люблю в Питере, что-то люблю в Екатеринбурге, есть у меня любимые места в Новосибирске, есть любимые места во многих городах. Я не могу точно сказать, где бы хотел жить. Я хочу жить везде. Я хочу, вот у меня вот дурацкая, цыганская вот эта вот насущность, я бы хотел понемножку жить в разных городах. Это же прекрасно. Просто я живу в Москве, и я испытываю определенную любовь и тягу возвращаться домой. Почему? Потому что один, я не помню автора, точнее я подозреваю, но боюсь соврать, один умный, древний, яденько сказал, что дом – это где человек живет и хранит свои книги. То есть, соответственно, именно вот это и есть чувство дома. Вот сейчас я живу в Москве, вот сейчас я живу в Москве. Я много где жил, сейчас я живу в Москве, давно уже живу в Москве, уже много лет живу в Москве. Я не знаю, где я буду жить завтра. И вот это есть мой патриотизм, потому что я люблю возвращаться домой. Я вот меня долго не было в Москве, я с удовольствием возвращался домой. Но я с великим удовольствием снова куда-то поеду, потом снова буду с удовольствием возвращаться домой. Это же у Розенбаума есть, которого я не очень люблю как стихотворца, но у него есть хорошие строки, как «люблю домой возвращаться». То есть, на самом деле, я люблю возвращаться домой. В привычную среду. Дом, где я живу и храню свои книги. Ну да, у меня нет патриотизма. Но обрати внимание, все это происходит в рамках одного государства. Нет, у меня есть места, которые были в Новосибирске. Государством бывает. Я и говорю, есть места, которые были, предположим, в Марселе. Есть места, которые были в некоторых других странах. Но ты реально пробовал туда возвращаться? Там есть твои книги. Книг моих сейчас там нету, потому что у меня ни в Новосибирске, ни в Питере, ни в Маскре. Но они могли бы там быть. Могли бы там быть. Они могли бы где угодно. Смотри, я очень хочу жить в Израиле. Мне очень нравится. Это уже знают все. Да, мне очень нравится. Мне очень нравится город Хайфа. Я его очень люблю. Именно Хайфа. Очень хочу там жить. Являюсь ли я патриотом Израиля? Нет. Наверное, тебе просто там комфортно. Потому что... Подожди. От чего я говорю нет? От того, что я категорически не согласен с официальной трактовкой слова патриотизма. Сейчас с этим термином я категорически не согласен. Могу ли я отдать жизнь за свой дом? Смогу ли я отдать жизнь, если какой-то враг покусится на ту гипотетическую квартиру в Хайфе, где мне будет хорошо. Это хороший тест. Конечно, я буду защищать ее. Почему? Потому что я ее люблю. Я люблю свой дом здесь. Я буду любить свою квартиру в Хайфе. Отдам ли я... Может быть, вот это является неким показателем. Так вот, я к этому и ведусь. Готовность. Люди воевают за свой дом. Так вот, что означает фраза? За Родину вперед. То есть, вот кого солдат, который бежит на врага с винтовкой... Свой личный дом. Совершенно верно. Он защищает не усатого придурка, сидящего в Кремле. Он защищает не кусок на карте и не кусок земной коры. В его бессознательной сфере психики слово Родина ассоциируется с лицом дочери, с голосом жены, с очертаниями родного дома, с запахом родного двора. То есть, с теми приметами необходимых ему физиологических обстоятельств, которые гнусное государство использует как пропагандистский жукел для защиты, в скобках заметим, интересов тех лиц... Ну, просто власти. Просто власти. Вот ведь почему я категорический противник патриотизма. Это просто первое прибежище негодяев. Потому что лгут людям. Лгут. Никто не помогает людям взять кусок, взять вот рассматриваемый предмет и холодно и отстраненно, вертя со всех сторон, попробовать его на вкус, на ощупь. Дай я два слова еще скажу про патриотизм. 10 ног, 10 твоя привилегия. На самом деле патриотизм, вот в том виде, в котором сейчас... Патриотизм это и есть, вот то, что когда-то начиналось, это защита своего дома когда-то в древние времена, когда было ополчение. Люди просто брали колья, брали топоро, короче, есть и защищали, когда какой-то ворог шел на родину, защищали свои клочки земли. А на сегодняшний день патриотизм в любой стране это флаг. Вот, это прежде всего именно действительно пропаганда. У кого-то она больше убита, у кого-то меньше, но в принципе это не только в россиян, это убито во всех. Наверное. В большинстве, с кем я общаюсь, причем в некоторых странах, взять ту же самую Америку, наверное, это даже посильнее, чем в России на сегодняшний день. Я не знаю, хорошо это или плохо, я не берусь никого на случай судить, это выбор каждого человека. Потому что для него вот этот флаг, это тоже часть его дома. Вот, потому что мы возьмем опять же патриотизм не советский, а старо-русский. За что же там у нас воевали? За царя, за родину, за веру. То есть то, за что люди воевали? За царя, то есть за того, кто их отец родной, будем так говорить. Реально это не Патайгенос, а царь, это был отец родной. Вот, за веру, за то, что люди и сейчас, в принципе, и ты думаешь, там готов много чего отдать. Вот, и за, опять же, дом, да? За родину. А не отдать? За кого? За веру. Нет? За какую веру? Не знаю, ты человек религиозный в родине. Подожди, это просто абсурд какой-то, никто не может физически... Вера, Нарежда, Светланова. Подожди, а, нет, нет, у меня, нет, у меня есть жена, не надо. Ну ладно, хорошо, больше того. Причем тут вера, это вообще отдельный разговор. На веру никто не может покуситься. Он сказал, наверное. Он сказал, наверное. Наверное, да. А, наверное, это сказал. Ша, ша, вот. Тогда я не буду распаляться. Не надо, попить чайку, тебе поможет. Хорошо. И, собственно, я говорю, что в данном случае это является неким инструментом тоже, воздействием на определенных людей, используя их в своих целях. То есть, чаще всего, опять же, это люди, которые, ну, и так, можно сказать, обиженные государством. Это клерки, это рабочие, это уважаемые люди, которые, по крайней мере, в России никогда сильно хорошо не жили. Ни при царе батюшке, ни при портагеносе, ни сейчас. Вот. И поэтому самый лучший способ, как говорится, вбить в голову патриотизм, что вот надо, что есть какие-то злые враги, которые хотят насорать на родину, да. И поэтому вы живете плохо именно из этих гадов. Вот. И именно поэтому нужен патриотизм. Просто есть какие-то засранцы, которые именно вам мешают жить. Кошмар. Ну, вот это мое такое представление о том, что... Ну, ну, как используют патриотизм государством и все знают. Кстати, движение наше. И не только государство. Это использует то угодно, потому что те, кто с государством больше в своих целях. Ты упомянул о жителях других стран. Да. Я много лет назад, 20 лет назад почти, был в Америке и видел вот эти самые флаги, которые граждане абсолютно добровольно вывешивают у своих домов. Уж там точно никто никого не может остроить. Нет, они сами хотят этого. И я подумал о том, что эти люди абсолютно искренне. Да. Это числит такой выкрестовый, вы же всех, порыв, потому что это государство не мешает им жить. А может быть в чем-то и помогает. И поэтому люди испытывают чувства, которые, в принципе, тоже можно было бы назвать патриотизмом. Они хорошо относятся к этой власти, к этой земле, на которой они счастливы. Я правильно про это и сказал, что это тоже счастье их дома. И нисящий флаг, это способ выразить отношения. Их дом. Я про это и говорил. Но это все нужно. Хотя это уже государственность. Кстати, я скажу одну смешную вещь. Я скажу одну смешную вещь. При советской власти ты не мог бы взять так запросто и себя на балконе повесить флаг. Это было запрещено. Это использование государственной символики. Как не смешно это звучит. То есть в Америке это может повесить хоть что-ли, если ее флаг, как говорится. А тут ты не сможешь на балконе. Государственная символика. Потому что у нас панополия на патриотизм. Нас хвалить Родину можно только с разрешения начальства. Только. Ну так вот, как я уже говорил, что я считаю, что вот этот инструмент, о котором ты сейчас говоришь, то есть не настоящий патриотизм, а назовем его ложный патриотизм. Потому что, как мы выяснили, патриотизм это любовь к своему дому, где бы он ни находился. А вот этот вот тот патриотизм, который размахивает как флагом, его используют и угодно. Я не согласен, что используют только государство. И используют те, кто борется с существующей властью, в своих целях. Опять же, используют... Это тоже государство. Это будущее государство или несостоявшееся государство. Это какое-то государство, которое хочет сменить это государство. И которое, опять же, этих вот несчастных, уважаемых людей, клерков, там, не знаю, там, менеджеров, рабочих и так далее, там, дворников, кто угодно, забивает им голову всякой чушью, говоря о том, что на самом деле в Кремле не патриоты. А мы патриоты, предположим, да? И поэтому мы патриоты должны вот тех патриотов выгнать просто, они вам серят наголу. А те говорят другим, дворникам, рабочим, клеркам, что нет, это вот эти, которые сюда идут вороги. Это мы патриоты. Короче говоря, ты согласен, что это ложная идея, вбивая на людину? А пропаганда всегда ложная. Я только... Так вот слово «любовь» я тут с трудом... Я считаю, что надо говорить не о любви к своему дому, а о привычке к нему. На любовь это, в принципе, привычка. Ну, не знаю. Для меня это все как-то более сложно. Ну, Юр, я думаю, что кто-то, действительно задумавшись, вполне может сказать, что я испытываю любовь. Кто-то привычку, а кто-то любовь. Вообще в этом смысле русский язык так подкачал. Вот у англичан, насколько я знаю, все проще сказать «I love you» может только по отношению к женщине. А все остальное «like» все-таки. Ну да. Вот я очень бы хотел, чтобы у нас было нечто подобное. Хорошо, лайк и не лайк, и то вперед. Мы любим родину, мы любим яблоко, мы любим Путина, мы любим, не знаю, еще что. Мы все любим. Такая путаница. Ну окей. Короче говоря... Яблоко ты имел в виду кого? Партию, конечно. Господи, вы. Я думал, что я могу с людьми говорить. Яблоко. Яблоко. А, тут не видно. Ну ладно. Неужели ты думал, что я... Макинтош, конечно. Макинтош. Макинтош. Я думал, прости, вот жопс. Я думал, наш человек. Я, во-первых, не Мичуринец, а во-вторых, не Макинтош. Я исключительно пропадал. Человек без Макинтош. Ты этот самый, парктолог, господи. Ну это в прошлом. Ну какая радио? Парктолог не бывает в прошлом. Понимаешь? Ну в общем, да. Бывше парктолога не бывает. Тут мы незаметно переходим к новой, к нашей следующей теме. Парктология и жизнь. Да. Да. Нет, жизнь как парктология. Жизнь как парктология. И сплошная парктология. Хорошо, друзья мои. Мы разгромили друг друга. Да. И вот. И сами оказались озгромлены. Чего и вам желаем. Потому что только ясный взгляд на вещи позволяет эти вещи хоть как-то определять. Браво. Прозит. Ох, за здоровье. Браво. Браво. Браво.